Привет! Как дела? Итак, в продолжение рассказа о нашем с мамой путешествии в июне 2019 года по Шотландии, сегодня я расскажу про город Данди. После города Дамферлин, о котором я недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом видео, мы направились в Данди. Там переночевали и уже на утро пошли гулять по этому шотландскому городу. Великолепный город, мне очень понравился и запомнился, поэтому я всем рекомендую однажды побывать там. Итак, Данди – это четвертый по величине город в Шотландии, расположенный на восточном побережье страны, на северном берегу залива Фёрд-Офтей. С южным берегом он связан автомобильным и печально известным железнодорожным мостом, по которому мы как раз таки и ехали на поезде. Данди оказывается, в 1879 году из-за сильнейшего шторма произошло обрушение центральных пролетов этого моста, и проходивший по нему в тот момент поезд рухнул в воду. 75 пассажиров которого оказались в ледяной воде и, к сожалению, погибли. Эта катастрофа вызвала величайший резонанс в стране среди инженеров викторианской эпохи. Данди – это огромный морской порт, расположен на восточном побережье страны, на огромном вулканическом плато, высота которого достигает 174 метра. На 2016 год здесь проживало около 150 тысяч человек. Название этого города по одной из многочисленных версий происходит от словосочетания «Форт Огня», так как город имел огромное количество маяков. В настоящее время город также называют «Сити оф Дискавери», то есть «Город открытий». В соответствии с историей города, которая связана с научной активностью Роберта Скотта, чей исследовательский корабль «Дискавери» был построен в Данди в 1901 году для первой экспедиции капитана Скотта в Антарктику и в настоящее время стоит на якоре у городского причала. Первые упоминания о городе относятся к концу XII-началу XIII веков. В течение последующих столетий он не раз переходил от шотландцев к англичанам и обратно. Наиболее важным для жителей Средневековья было рыболовство. Здесь издавна базировался китобойный флот шотландцев. С начала XIX века стали возникать текстильные предприятия, был открыт способ обработки джутовых волокон с помощью китового жира. Благодаря именно этой отрасли произошел резкий подъем городской экономики Данди. В городе также развивалась журналистика и мармеладная промышленность. Во второй половине XIX века здесь выросли и другие текстильные предприятия по выработке шерсти, льна и хлопка. Со второй половины XX века Данди развивается как образовательный и научный центр. Здесь активно развиваются информационные технологии, биомедицина и технологическая промышленность. Стали развиваться здесь после 1980-х годов. Также в Данди находятся крупные предприятия по производству часов, бумаги, пищевых продуктов, конторского оборудования и линолеума. К основным достопримечательностям Данди можно отнести церковь Святой Марии и Шпиля. Также в городе есть два университета – университет Аберте и университет Данди. Этот город считается родиной шотландского танца. Еще в Данди можно увидеть неповторимый репертуарный театр и великолепную обсерваторию. Интересным является тот факт, что обсерватория в Данди – единственная в Великобритании, в которой постоянно дежурит астроном. Ежегодно в этом городе проводится огромное количество фестивалей и соревнований. В конце июня здесь проходит фестиваль блюза, в июле – летний карнавальный фестиваль народного творчества, а в августе в Данди проходит водный праздник и грандиозные автомобильные соревнования на старинных средствах передвижения. В Данди есть две большие железнодорожные станции и аэропорт. На одну из таких станций мы и приехали по железной дороге. И утром после ночевки в отеле мы пошли гулять по городу. Первой достопримечательностью на нашем пути был кафедральный собор Святого Павла. Так же, как и в Лондоне, ну, конечно, не таких огромных размеров. Мне удалось попасть внутрь и поснимать, как выглядит эта церковь внутри. Субтитры создавал DimaTorzok Затем мы зашли в пару чарити-шопов, посмотреть, что мы можем прикупить для себя. Но мы во всех поездках любим гулять по чарити-шопам. Это такие комиссионки, о которых я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И там я включила камеру на запись, и так вот она у меня висела на груди, и я ходила снимала. Конечно, кадры получились ужасные, но немножечко вам показываю. В этом магазине мама приобрела вот такой вот кошелек в виде старой 20-фунтовой купюры всего лишь за 50 пенсов. То есть это 50 рублей. Ну, на тот момент я всегда даю цены из расчета 1 фунт 100 рублей, несмотря на то, что сейчас фунт уже спустился до 65 рублей. То есть, ну, получается, подешевел. Вот. И дальше мы забрели в музей. Мы увидели перед собой какую-то красивую такую старинную церковь. Оказалось, это городской музей. Там мы походили, порассматривали различные артефакты именно этого города. Вот как раз про мармелад я вам рассказывала. Еще какие-то картины были красивые. И шотландцы, и, по-моему, какие-то русские бабы. В общем, много разных картин. Нам понравились они, и я пофотографировала, что могла. После того, как мы вышли из музея, мы увидели огромное количество студентов. То ли была перемена, то ли просто они как-то куда-то шли, или выпускные. Вообще, в Англии дети учатся до десятых чисел июля. Так как это была середина июня, значит, это был какой-то учебный процесс. Но нам очень понравились и шотландские юбки, и вообще школьная форма. Вот как выглядит high school в Шотландии, вам показываю. Затем мы увидели, что часть этих детей, какие-то нарядные, такие в мантиях, куда-то идут вместе с оркестром-барабанщиком. В общем, шотландский какой-то оркестр, волынщики и так далее. И мы решили последовать за ними. Оказалось, в этот день проходила какая-то церемония, то ли у выпускников, то ли награждение. Я так спросила у представителя этой тусовки, ну, у предводителя, наверное, преподавателя это был. Он сказал, что вот сегодня какая-то церемония городская. Я не совсем поняла, поэтому, ну так, по ходу действия я его спросила, он мне что-то ответил, и мы пошли дальше. И вот на главной городской площади этот оркестр встал и стал играть шотландские народные какие-то мотивы. И я решила это снять. Это была такая моя основная изюминка из этого города. Нам с мамой удалось услышать шотландские произведения детского оркестра. Вот как это было, вам показываю сейчас. Затем мы прогулялись по Хай-стрит, по центральной улице города. Да, там огромное количество различных чугунных скульптур мне запомнились. И какой-то дровосек, и обезьянка держит информацию, и какой-то дракон чудовищный, там, плотник, еще кто-то. Я их так все поснимала и оставила себе на память. А помимо этого нам с мамой очень понравились пингвины рядом с какой-то церквью. Это тоже такая городская скульптура из нескольких пингвинов, между которыми мы с мамой сели и стали прикалываться. Вот какие смешные фотографии нам удалось сделать. То есть пингвины мне тоже запомнились в этом городе. И как раз-таки за церковью, на фоне которой стоят эти пингвины, мы увидели огромный такой шоппинг-центр, на котором крупно было написано Данди. И мы решили на этом фоне тоже сфотографироваться, чтобы запомнить, что мы были в таком вот интересном и классном городе под названием Данди. Не Дунди, как все русские говорят, а Данди. Произношение проверено с англичанами. После этого мы уже направились к железнодорожному вокзалу. У нас оставалось еще пару часов, чтобы сесть в поезд и поехать в наш следующий пункт назначения. И рядом с вокзалом мы увидели как раз-таки вот этот вот корабль Discovery и еще один музей. Оказалось, прямо на набережной находится огромный, второй по величине, филиал музея Виктория и Альберт. Мы зашли туда, естественно, походили, погуляли по, по-моему, трём или четырём этажам. Очень интересный, очень рекомендую тоже этот музей. Ну и на фоне этого музея я сфотографировалась, как видите, в шапке, в куртке, в свитере. Очень холодно в Шотландии летом. Середина июня, казалось бы, а я замерзла даже в таком вот наряде. Шапку надела, потому что с набережной очень сильно дуло. И даже в шапке мне было холодно. Представляете, каково там жить? Я, в принципе, не мерзлячка и мне всегда жарко, но в Данди, я помню, я очень сильно замерзла. После посещения музея мы пришли на вокзал, подождали наш поезд, сели и поехали в наш следующий город под названием Пёрц, о котором я вам расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok